В Сауле Раз разговор зашел о детях, то и я хочу написать свое свидетельство. В 2010 году дочь сказала, что не выйдет замуж, и у нее не будет детей, потому что она уже была замужем, и у нее были одни выкидыши, а ей уже было почти 29 лет. Но я сказала, что она выйдет замуж, и у нее родится сын, а потом дочь. Я просто знала о власти слова. Через полгода дочь вышла замуж и вскоре родила мальчика. Мальчик родился не очень красивым. Я начала провозглашать, что он красавчик, и он стал меняться. Сейчас ему 12 лет, и он красавчик, с очень густыми волосами, красивыми бровями, даже зубы ровные и белые, как у артистов. Потом родилась девочка, но я уже сразу провозгласила, что она будет похожа на сваху. Она у нас симпатичная, и действительно, она похожа на нее. В 2020 году дочь снова забеременела. Она всегда хотела троих детей. И мы с первым внуком согласились, что родится мальчик, и будет светленьким, красавчиком. И точно, родился мальчик, красавчик. Первый внук в классе самый младший, и был невысоким. Мы с ним согласились, что он дорастет до метр восемьдесят пять. И вот, начиная с осени, он начал сильно расти, и сейчас уже выше родителей. Глядя на себя в зеркало, внук шутит. Расту, как на дрожжах. Я написала все это потому, что мы можем все планировать. Кто родится? Какой родится? Какой будет? И после рождения тоже от нас многое зависит, какими будут дети, внуки. На данный момент внука перевели в лицей, в седьмой класс, где учатся только отличники. За все хвала отцу, Богу нашему. Дочери 43 года, но она выглядит на 29 лет. И вот очередь теперь за мной. Нужно тоже приводить себя в порядок. Пора молодеть, как наш пастор. Спасибо пастору за учение. О нетлений, об омоложении. Я написала все это в надежде, что, может быть, кому-то пригодится. Наталья, у меня болело сердце два дня, тупая боль, которая не давала спать на левом боку. Как только началась трансляция, такой огонь сошел. Я и не думала про исцеление, но мгновенно боль прекратилась. Спасибо, пастор Андрей. Оказывается, это был поцелуй с небес. Люблю вас, Солей. Ильза. Я сделала резюме за период с мая месяца до конца года. То есть, когда я начала жить в небесной цивилизации и вникала в учение нашего любимого пастора Андрея. Итак, поток славы отца. У нас с мужем наладились отношения. Он был без работы почти год, но теперь у него есть хорошая работа. На моей работе сокращали рабочее время наполовину, но зарплата осталась прежней. У старшего сына отношения в семье улучшились. Купил вторую машину, подарил себе новое и хорошее хобби – кайтбординг. У старшей дочери наладились рабочие отношения. Купила себе квартиру. Средний сын получил хороший финансовый проект для строительства ангара. Проект был одобрен легко и быстро. Купил хороший мощный трактор. И в его семье будет второй ребенок. У средней дочери закончили ремонт в квартире. И в Рождество – наш семейный праздник. Дочь со своим другом пригласили нас на свадьбу, которую запланировали на февраль. Младший сын запустил собственный бизнес-проект и купил хорошую машину. У младшей дочери наладились семейные отношения. И она ждет второго ребенка. Такой поток славы течет в моей жизни. И это только благодаря тому, что пастор Андрей открыл глаза моего сознания. Это самое величайшее и могущественное приобретение для меня. Я увидела поток славы Отца везде и всегда. Были моменты, когда декорации бедности и неудачи хотели доминировать в моем сознании. Но я применила все, чему учит Андрей. И все работает на сто процентов. Мой разум стал легким и радостным. Поток славы течет легко, быстро. Благодарю вас, дорогие, пастор Андрей и Оля. Галина. Оля, как вы мне нравитесь. С удовольствием наблюдаю за вами. Как вы смотрите на мужа? Как ведете с ним беседу? Как преуспеваете в нетлении? Пробую так делать и со своим мужем. И надо отметить, он начинает приятно удивлять меня. Я и не знала, что мой муж такой интересный. А все началось с моего желания смотреть на мужа, как вы. Спасибо Отцу за вас, Ольга. Мое тело почему-то больше реагирует на Олины молитвы. Было несколько исцелений. Сегодня слушаю и говорю сама себе. Мне интересно, что сегодня мое тело возьмет. Оля стала говорить, что проходит скрип в шее. С Олей уходят. Я начала поворачивать шею и делать движения вперед-назад головой. Было такое чувство, что прямо из спины что-то тянется. Не сразу поняла. Тут Оля говорит, что спина выпрямляется. Я пошла к зеркалу, посмотрела. А моя спина почти не сутулится. Как это было годы и годы. Она выпрямилась. Я приняла решение, что утром моя спинка будет совсем в порядке. Гульнара. Позавчера в травматологии после рентгена мне сказали, что перелом. Я послала вам просьбу о купальне. Всю ночь не могла спать из-за боли. Слушала молитвы пастора Андрея, соглашалась, принимала и решила, что все равно пойду на работу. А после работы поехала в республиканскую травматологию, и там цифровой рентген и УЗИ показали. Полный порядок, ничего не сломано. В эту ночь я уже смогла лечь и хорошо поспала. Слава отцу! И спасибо всем, кто в молитве поддержал меня. Людмила, драгоценный пастор Андрей и Оля, хочу засвидетельствовать вам. Когда я прогрессировал ковид-19, я очень сильно заболела. Слышала ужасный зловонный запах этого духа. Настолько плохо было, ничего не кушала и не пила. Не могла уже на ногах стоять. Скорую не хотела вызывать. Говорили, очень дорогое лечение. Просто сдалась. Если должна умереть, так и будет. Потом мой дух просто воспрял. Я так начала молиться на языках, как никогда. Попросила, чтобы Дух Святой навел порядок внутри, во всех комнатах моего естества. Я уснула. Слышу. Убрано. И так несколько раз. Сон видения показал мне то, что приготовил враг. Второй — то, что приготовил отец для меня. Очнулась вся мокрая и сама, и постель. Пережила водную баню Духа Святого. Дух Святой спросил, что выбираешь? Кричу. То, что отец мне приготовил царственную одежду, в которой я поднималась по золотой лестнице во сне. Той ночью мне проговорил Дух Святой. Никогда не принимай поражение от врага ни в чем. Мы победоносцы в славе Отца нашего. Аминь. Самочувствие уже до утра было прекрасно. Аллилуйя. Надежда. Хочу свидетельствовать о папиной любви и славе. Я ухаживаю за старенькой лежачей женщиной Галиной. Вечером ей было очень плохо. Разболелась грыжа возле пупка. Шишка была большая. Я включила молитву Андрея об исцелении. Слушались с ней долго. Я провозглашала, чтобы грыжа засохла. А утром, когда меняла ей памперс, шишки уже не было. Благодарю нашего папу за то, что мы его любимые сыны Божьи и за исцеление Галины. Алена. Свидетельство славы Отца. Еду в метро, слушаю сегодняшний эфир Андрея. Теку в потоке свидетельств исцелений, которые читает Оля. И погружаю в этот поток внучку. Три месяца малышке, а она три дня не опорожнялась. Созерцаю, как помазание течет в ней и очищает ее кишечник. Легко и мягко. И тут же доча пишет, что хорошо, что малышка была в памперсе, потому что так много. Слава Отцу, что забота его течет потоком нетления во всех, кто в нас. Аллилуйя. Спасибо пасторам Андрею и Оле за поток помазания. Миллион раз благодарю. Дарья. У меня свидетельство. Два дня назад молились за девушку, которая попала под машину при переходе через дорогу, причем на зеленый свет. Получила черепно-мозговую травму. Ей сделали операцию. Несколько дней лежала без сознания в реанимации. После молитвы ходатаев, отправляла нужду в купальню и наши домашние группы, девушка пришла в сознание, узнала маму, кушает сама с ложки, садится, помнит момент происшествия. Мысли пока путаются, но прогресс очевиден. Спасибо большое за молитвы, дорогие. Татьяна. Моей маме скоро будет 95 лет. Она живет в селе, где нет больницы, только фельдшерский пункт. И вот она заболела так, что слегла. Сестра, живущая с мамой, сообщила, что дела плохи. Я поехала с твердым намерением поднять маму. Применяла все инструменты, как учит наш пастор Андрей. Казалось, что ничего не срабатывает. Ей становилось хуже. И она постоянно твердила, что ей хуже и хуже. Хорошо, что мама у нас как ребенок, с детской верой. Я наставила, что она не раба грешная, а дочь Божья. И что нужно говорить, что не хуже ей, а лучше и лучше. Она быстро исправилась и начала говорить по-другому. И представлять себя ходящей и кормящей своих любимых курочек. И все начало быстро меняться. На третий день моего пребывания у них она сама встала и пошла к столу кушать. До того, как мама встала, приходила фершель. Осмотрела маму и сказала нам готовиться. Все выглядело так, что на самом деле нужно готовиться. Я поговорила с отцом о том, что приехала сюда увидеть не смерть, а жизнь. Настаивала, что смерти нет. Это всего лишь декорации. И они обязаны подчиниться мне, как сыну Божьему. И вот, опозорена смерть и болезнь в очередной раз. Слава нашему любящему отцу. И огромная благодарность пастору Андрею за все практические инструменты. Если бы я не применяла то, чему научил Андрей, я бы не увидела победы никогда. Благодарю бесконечно. И я расскажу о чудесах с телефонами. Сначала я учила маленького племянника, Давид, чтобы мама тебя не ругала. Если что-то потеряешь, скажи ангелам, чтобы вещь нашли и вернули. Дети заигрались и потеряли телефон моей сестры. А дом большой. Кстати, получился таким тоже по молитвам небесной цивилизации. Телефон на беззвучном режиме и нет нигде, сказала ангелам. И сразу телефон перед глазами. Только плед подняла. Но дальше поехали с сыном домой. Выходит он из машины и говорит, нет телефона. Все посмотрели, нет. Я сама себе думаю, только что учила племянника. Потом мысль. Но это же не в доме, а в городе. Значит, будет найден в городе. Говорю, поехали к магазину. Сын туда по дороге выходил. Едем, а по дороге говорю, ангелы, я хочу уже домой, а не бегать, искать. Положите телефон на видное место. Подъезжаем, а он лежит на дороге. Машина не переехала, никто не взял. Спасибо Андрею и Оле за все миллион раз. Надежда. Свидетельство славы. Свобода от астмы бронхиальной. Диагноз был поставлен в 1990 году. Жила и боролась, но всегда знала, что это не мое. Я не знаю, как это объяснить. И, о чудо, это свершилось весной 2023 года. Я услышала молитву исцеления пастора Андрея на утренней пробежке. И из моих бронхов начала отходить мокрота в огромном количестве. А дыхание стало легким. Что-то происходило чудесное. Я стала молиться на языках. Кругом был необычайный свет. У нас очень красивые места. И я увидела потоки воды, бегущие со склона и наполняющие долину. И они неистекаемые. И это папа мне показал, как неистекаема его любовь. По щекам лили слезы, а на ладонях появился елей. Год не было приступов, а сейчас я живу в нетленном теле. Слава, вся слава отцу. Инга Недавно у сестрички заболела дочка. Мы за нее помолились. И я ей рассказала о том, что храм восстанавливается максимум в три дня. Первый день отзываем претензии. Возвращаем власть в свои руки. Второй день восстановления храма. Третий день свидетельствуем о Божьей славе. Она очень вдохновилась. Звоню я через несколько дней. Она говорит, что все так и произошло. Храм полностью восстановился. Аллилуйя! Все проповеди пастора очень практичные. Аноним Сейчас смотрю курс созерцательной жизни. И вот мое свидетельство. 2 апреля 2023 года я сказала. Иисус, я хочу провести время, когда я во сне с тобой. На тот момент я мучилась с аллергией уже месяцев 7. Во сне я стою в темной комнате. На столе куча таблеток. А в руках огромный шприц с лекарством. Заходит Иисус из двери, где сиял яркий свет. Но я вижу, что это пастор. Он подходит и сметает все лекарства со стола. И говорит, отменяется. Исцелена! Потом взял меня за руку и вывел туда, откуда пришел. Там был белый яркий свет, стол, стулья, белые чашки с питьем белым. И мы сидели и все время общались. В результате, когда проснулась, была исцелена. Аллилуйя! Наталья! Этот эфир меня просто накрыл. Придавила славой. С самого начала меня выключала. Вроде бы слушаю, а сама где-то не здесь. А оказалось, что нахожусь там, о чем говорит Андрей, в пограничном состоянии. Я то включалась, то выключалась. Естественно, сейчас снова пересмотрю. Но самое главное, у меня очень болел локоть. Несколько недель. И вчера я стою перед зеркалом, собираюсь на работу и говорю себе, казалось бы, локоть. А ведь кто-то получает исцеление его. А он болит у меня и сильно болит. Он прямо на мозге действует. И вот сегодня только Оля произнесла, исцеляется локоть, я тут же прокричала, это мой. Спасибо, это точно мой. И это мгновенно произошло. Я быстро поверила и забрала свое исцеление. Благодарю. Благодарю бесконечно вас, Андрей и Оля. Благодарю отца за то, что вы есть в моей жизни и в жизни всех нас. Такая радость. Вероника. Сейчас, во время эфира, Дух Святой напомнил, о чем я обязательно должна засвидетельствовать. Всегда, во время молитвы пастора, кладу руки туда, о чем провозглашается исцеление. Хотя у самой там и нет проблемы. Ну, наперед, так сказать, профилактика. Периодически было у меня одно очень странное проявление. Просто один глоточек воды вдруг вызывал сильную боль. И вода как будто выталкивалась обратно. Это длилось минуту. И как будто ничего не было. У врачей я не была. Но внутри немного беспокоила. Что это за такая декорация? Мысли иногда мелькали разные. И вот сегодня, когда Оля молилась за пищевод, обнаружила, вспомнила вдруг, что более года такого не повторялось. Исцеление пришло незаметно. И, возможно, еще в зародыше что-то очень плохое исчезло. Благодарю, мой пастор и ангел, и наставник. Неля. Мужа по анализу крови врачи направились делать МРТ. Заподозрили рак простаты. Когда сидела в госпитале и ждала его, вся моя внутренно срастекалась истиной о теле мужа. Присутствие Духа Святого сидело во мне ощутимо. Даже штора около моего кресла имела в своем дизайне слова «Дух и мир» на английском языке. Я смотрела всю комнату, но только моя штора имела такой дизайн. Я утвердилась в уповании. И через неделю результат показал, что все же есть предпосылки для того, чтобы брать биопсию. Но пропускаю время ожидания результата биопсии. Так получилось, что оно затянулось. Но было время утвердиться в осознании истины отца. И когда доктор наконец-то зашел в кабинет, развел руками, мол, все говорило за то, что есть рак, а его почему-то нет, то это сладкое слово «Победа» громыхнуло во мне и уверенно в муже. Прошло полгода. Результат анализа крови показал значительное улучшение. Аллилуйя! Слава отцу его сыну! Спасибо, любимые пасторы Андрей и Оля! Вы наши и отец, и сын, и ангелы-наставники! Алена, дорогие моему сердцу, любимые и славные помазанники, великолепные сыны, Бог во плоти, в лице Андрея, Оли и каждого восхищенного из небесной цивилизации, мир вам! Изливаю великую благодарность отцу за это святое место, полное откровение, насыщенное жизнью, славной свободе, невероятной любви, где всего вдоволь, в преизбытке, изливающейся на нас в его доме, доме Отца, где мы и находимся. Слава вовеки! Любовь, которая превыше всего освободила меня от осуждения и недовольства, мягко говоря, к людям, пришедшим на нашу территорию с разрушением, через нашего славного посланника Андрея. Прощение и принятие сейчас моя реальность. Благословляю в самое горячее время, когда вокруг земля дрожит. Я радуюсь, что Отец признал меня достойной быть в этой славной семье. И в это время, и на этом месте люблю каждого, независимо от прописки и паспорта. Нет больше борьбы внутри, нет пламени ада, а огонь Божий выжигает ненужное. Я не хочу быть справедливой, хочу быть счастливой, и я счастлива. Днем и ночью эфиры сына у меня на слуху. Каждый эфир – это поток жизни, поток славы, поток любви. Закачиваю аудио, так как интернет слабый или вовсе отсутствует. Спасибо за уроки, которые преподносит жизнь. Они помогают взрослеть. Андрей, Оля, я восхищаюсь вами. Вы научили принять себя, любить тело и восхищаться собой, видеть в себе сына и отца. Учите не тлению и восхищению, а еще жить здесь и сейчас. Спасибо, родные. Всякий день изливаю благодарность отцу за вас. Иметь мир во время взрывов, воздавать хвалу и благословлять врага, а они всего лишь еще не открывшиеся сыны. Это чудо. Славлю отца за каждое мгновение, в котором нахожусь. Несмотря ни на что, радуюсь и торжествую. Я принимаю и стараюсь практиковать, но, признаюсь, обстоятельства еще бывают, мешают. Это мое письмо. Исповедь и благодарность. Люблю вас, ценю и соединяюсь в одно прекрасное, славное, вечное тело. Новый год мы провели без электричества и, соответственно, без интернета. К сожалению, не была с вами в эфире, но радость и восхищение, которые вы переживали, передаются и мне. Всех благ вам, моя семья. С Новым годом! С годом восхищения и преобразования! Изливаю потоки любви и помазания на каждого, кто еще в чем-то сомневается. Пусть придет свобода и счастье наполнит вас через край. Вероника. Познакомилась я однажды с женщиной в сауне. Она рассказывает, что замужем много лет, а детей нет. Положив руки ей на живот, я дерзновенно, как и наши пасторы, благословляю, высвобождаю беременность. Очень долго мы не виделись, и я о ней забыла до сегодняшнего дня. А сегодня мы неожиданно встречаемся там же, обнимаемся, поздравляем друг друга с Новым годом. Спрашиваю, ну как, не беременна? И получаю ответ, родила уже. И сразу двойню, мальчик и девочка. Показывает фото здоровеньких, сладких малышей. Сама в восторге. Несколько раз повторяет, ты можешь себе это представить? Забеременела сразу после нашего знакомства и той короткой, простой молитвы. Преломляю тому, кто мечтает. Вот так начался 2024 год. Виктория. Драгоценные пасторы, драгоценная семья. Благодарю за все. Свидетельства много, но выбираю самые ударные. Первое. За три недели до Нового года решила, наконец, закрыть вопрос лишнего веса. Поговорила с благословенным телом, подышала славой, и вот результат. Минус 12-13 килограмм. И вес продолжает уходить. На Новый год надела зеленое платье. Прямо елочка стройная. Ура! Второе. Пригласили в разные места на праздник. Но я выбрала мирскую компанию. Думаю, пойду, помаза не раздам. В результате испортила весь праздник. Была в основном молодежь. Рядом сидели ребята. Принесли с собой огромную бутылку водки. И она после первого тоста разбилась. И потом вообще никто не пил. А все веселились, танцевали и прекрасно общались. Аллилуйя! Третье. Моя соседка всегда молилась за нее, которая много лет скептически на меня взирала, вдруг прониклась ко мне любовью и начала задавать много вопросов. Как жить дальше? С чего начать? Слава Отцу! Слава Отцу за пасторов, за самую чрезвычайную жизнь, за радость бытия. И это только начало. И не закончится никогда. Аллилуйя! Наталья. За этот год в небесной цивилизации я прошла курс меч Соломона, школу Павла и много всего с нашими пасторами. И вот самый большой долг моей жизни закрыт. 26 декабря 2023 года закрыли мой кредит. 123 тысячи 28 рублей 33 копейки. При этом я не работаю. Пастор, спасибо за все откровения, управление. Оля, спасибо, что ты делишься с нами. Записывала все, что я хочу. И этот список становился все больше и больше. И самое главное, исполненных желаний тоже становилось больше. Спасибо большое Отцу за вас. Люблю тебя, небесные цивилизации. Еще хочу сказать, что несмотря на то, что уже на протяжении трех лет мои банковские карты под арестом, это не мешает мне делиться со своей радостью и благодарностью и принимать тоже. Галина У моего внука Максима выросли волосы на голове. Ровные, красивые, а было лысиным. Я это заметила сегодня. Андрей, ты гений. Ты просто восхищение. У меня просто нет слов. Аллилуйя. Отец, ты такой отец. Спасибо за нетление. Благодарю. Люблю. Вот как это произошло. Началось все с молитвы об исцелениях в записи на YouTube. Также я слушала ролик «Все будет так, как я хочу». И когда Андрей провозглашал молитву, я ставила руки на свою голову и добавляла после слов пастора «Максим, Максим, Максим, исцеление Максиму, исцеление Максиму». У него были травмы головы, и я хотела, чтобы голова у него исцелилась. А получилось, что выросли волосы на лысине, исцелилась лысина. Как-то пришел он ко мне, сидел напротив, и я увидела, что на голове, где была лысина, появились волосы, ровненькие, гладенькие. И я говорю «Смотри, у тебя лысина проросла волосами». Он не поверил. Сказал, что посмотрит сам дома. Как такое могло произойти? А я-то знаю, что это отец. Слава отцу, слава, аллилуйя. Благодарю за все тебя, Андрей и Олю. Люблю вас. Ирина. Хочу засвидетельствовать о божьем чуде в образовательной организации, в которой служу вместе с Господом много лет. Администрация школы была нацелена на зарабатывание денег неправедным способом. Так как за детей с ограниченными возможностями доплачивает государство, то им выгодно было формировать отдельные классы с этими детьми. Я всегда была против такого подхода. Откровенно заявляла о своей позиции. И, конечно, для администрации была неугодным человеком. Держалась все эти годы только откровением от Господа, что Он поставил меня на это место для установления Его порядка. Образование – это Его работа. И каждый человек здесь, на земле, должен образоваться в Христа. Чудом является то, что как только я пришла в чат небесной цивилизации и стала являть сына в учебном заведении, регулярно принимать причастие и слушать трансляции о потоке жизни и торжестве, все кардинально изменилось. Ко мне вчера вечером подошла мой руководитель, у которой раньше были постоянные претензии к моей работе, и стала охотно, с уважением ко мне, рассказывать, что на высшем уровне с администрацией школы провели семинар «Как помочь учителям адаптировать учебный материал для детей в условиях инклюзии», то есть в общем классе с успешными детьми. Более того, этот эксперт согласен прийти к нам в школу и провести обучение среди учителей. Я просто восхищалась и радовалась, что лед тронулся, и Господь расположил сердце руководителя прийти ко мне в кабинет и поделиться такими результатами наших молитв за детей. Дилорум. Аминь, Духи Животворящие. Хочу впервые сказать свое первое свидетельство – славы Отца. Хотя оно маленькое, но я верю, что это никогда не закончится. Из славы в славу. Вчера ночью, когда ложилась спать, так сильно разболелся желудок или что-то другое, не поняла. Была сильная боль, изжога, отрыжка. Вспомнила, как почти все сыны писали свои свидетельства, что включали молитву пастора, сына Божьего, Андрея. Включила и я. Приняла, когда Ольга и Андрей молились за исцеление желудка. И когда я приняла, произошло чудо. Боль сразу ушла. Я верю, что навсегда и больше никогда не будет беспокоить. Также сразу стала делать дыхательную зарядку, которую учила Нуржамал в зуме о дыхательной практике. Аллилуйя! Просто впервые у меня так произошло. И хочу также воспользоваться моментом и поблагодарить пастора Андрея и Ольгу за их любовь, за их такое ревностное служение, которому они посвящают себя. Будьте благословены во веки веков. И ваша мечта служить Измаилу докоснется каждого Измаила. Легко. Из славы в славу. Аминь. Спасибо. Благодарю. Наталья. Вчера, когда в эфире была трансляция «Исцеление», стало горячо в области затылка и шеи. А потом прямо что-то хрустнуло, как будто меня потянули за голову. И Оля как раз сказала, что происходит исцеление шейного отдела позвоночника. У меня именно этот процесс и произошел. Даже просветлело в глазах. Был диагноз – остеохондроз грудного и шейного отделов. Голова кружилась, даже когда просто лежала. А сейчас такая легкость. Спасибо, отец. Ты такой чудесный. Вообще, я слушаю нарезку молитв пастора Андрея регулярно перед сном и засыпаю под эту небесную трансляцию. Самочувствие улучшилось кардинально. Тело обновляется в нетлении. Спасибо, драгоценные пастора, за этот нескончаемый поток силы жизни. Спасибо, отец, за силу нетления, которая так славно действует в моем теле. Ольга. Сын после аварии не спал ночами. Засыпал только под утро и из-за этого начал пропускать занятия в техникуме. Отправила просьбу в купальню, и сын пришел в себя. Успокоился. Спит ночью. Голос бодрый. И у меня внутри покой за него. Спасибо, родные. Благодарю, драгоценные ходатайи. Субтитры создавал DimaTorzok